Этот малыш уже примерил новый ошейник и освоился на заднем сидении машины. Сегодня он уже во второй раз пассажир. Первый рейс был из приюта. Руки новой хозяйки такие надежные. Щенок гордо поднимает голову, демонстрируя, я больше не одинок. А Анна не может налюбоваться на свое сокровище. На днях передачу посмотрели про приют. Так захотелось собачку взять. Тем более всю жизнь держали собак элитных кавказцев. Ну так получилось, что их не стало один за другим. Ушли из этой жизни. А тут смотрим, щеночки бегают. Поехали и взяли. А как определился вот этот малыш? Как вы его нашли? Самый последний момент. Зашли в детское отделение. И каких там только не было щенков. И маленькие, и большие, и красивые. Все глазастые, глазки у всех красивые. Ну, в последний момент работница говорит, пойдемте, говорит, там два дня назад щеночков привезли новых. Может, их посмотрите. А они заурчали, как кавказцы. И этот смотрит. И глазки опустил. Опять посмотрел. Опять опустил. Я его схватила и из рук больше не выпустила. Анна рассказывает, щенки находились в ужасающем состоянии. Их привезли добрые люди с территории то ли нефтебазы, то ли автохозяйства. Все они были вымазаны в солярке, машинном масле, а лапы покрывал толстый слой гудрона. Матери при малышах не было. Пришлось лапки чистить. И передние. Ну, передние еще не так были задеты. А вот задние, вот, досюда в гудруне. Со всех сторон. Кушать стал он только вчера. Вот у нас уже четыре дня. А кушать стал вчера. Кормили из шприца. Молочком. Начал в туалет ходить. Счастье. Кушать начал счастье. И главное, косточку знает. Кроме новенького блестящего ошейника, для малыша приобрели и цепочку. Но первая попытка прогуляться на привязи провалилась. Не хочет. Не умеет. Зато с удовольствием бежит за хозяйкой. Живо интересуется происходящим вокруг. А вот в высокой траве заблудился. И даже заплакал, не обнаружив поблизости маму. Он такая, да, да. Вот, все, все. Не надо. Решили больше пока не экспериментировать. И так впечатлений достаточно. А Анна продолжила рассказ. На самом деле мы двоих собак взяли. Ай, зачем? Да у нас у соседки тоже собака погибла. А когда я ей этого вынимала из будки, подбежала собачонка. Как схватила за ногу и стоит, смотрит. Ну, я не могла ее не взять. Тем более позвонила соседке. Она говорит, возьму, возьму. Я этот питомник знаю. Там собачки хорошие. Начальнице позвонили. Она говорит, все прививки сделаны. Все сделано. Собака стерилизована, почему не взять? Мешок корма купили и взяли. А почему она плачет? Эта собачка оказалась как две капли воды, похожа на ту, которая погибла. И она говорит, господи, моя собачка из могилы вернулась, обняла ее. В общем, получилось, что вы две жизни спасли. Получилось, да. Как оказалось, визит в город, а семья живет в частном доме, был приурочен к посещению ветеринарной клиники. Молочные зубки скоро будут меняться. Надо будет следить обязательно за зубами. Пока врач обследовал зубки, ушки, животик и все остальное, щенок вел себя на удивление спокойно. Конечно, приятно, когда к тебе проявляют внимание. Даже пусть и этот дядя в униформе. Животик посмотрим, обследуем. Как оказалось, в клинику достаточно часто обращаются люди, которые берут щенков и даже взрослых собак с улицы. Проблемы в основном идут травмы. Травмы, психологические травмы. Собаки напуганы, боятся всего или наоборот агрессивны. Здесь им надо просто хозяям дать свое тепло и любовь к тому животному, чтобы она привыкла, не агрессировала на те внешние факторы, которые у них раньше были. Анатолий Дорогин радуется каждому такому визиту. Ведь это значит, что все больше становится в нас неравнодушие. Они достойны похвалы, эти люди, они молодцы. Пускай несут добро, потому что это любое проявление к животному добра, оно потом вторится, сказывается в другом. Люди, когда счастливы себя считают, они получают тепло от того животного, которого приутили у себя дома. Я только рад за это. Таталья Березовская, Валерий Присижнюк, медиагруппа «Наш город».